Здравствуйте всем на канале. Я Стефан Диаз. Я только что приезжу из Бразилии с каникулы и уже начали работать. Хочу сегодня показать новые технологии. У нас наша программа, если вы знаете, у нас три программы, но один из них – Sports Medicine and Fitness Technology. Это означает, что все самые современные технологии мы постараемся купить, использовать и посмотреть, работать или не работать. Сегодня я хочу показать один, который недорого стоит, бесплатно, но зачем надо платить? Я думаю, что 5 долларов только один раз и можно использовать несколько раз. Что АП дает? АП называется Iron Path. Iron Path – это АП. И здесь можем посмотреть, мы будем снимать, посмотреть, как Егор. Мы уже сделаем несколько, будем еще несколько смирений сделать. И с помощью АП, например, только один видео, мы можем показать движение. Он снимает, и потом ты хочешь посмотреть, как он двигается. Это очень хорошо, чтобы определить технику, уровень технических своих спортсменов. можно даже любителей. У всех можно определить. Все упражнения, которые делаешь шестанга, снимаешь с боком, и можно там считать. Что еще дает нам? АП дает нам скорость. Это очень хорошо. Он сделал 2.73 метра каждый секунд. Каждое повторение сделал. 1, 2, 3, 4, 5 повторений сделал. Можно сделать даже 20 повторений, если захотят. И просто будет дальше идти график. Тоже посмотрим. Самое главное – мощность, связанность с форсом. В этом упражнении он сделал 1462 ньютонов. И можно посмотреть, что самое лучшее повторение будет не первое, не второе, а третье, четвертое и пятое. И можно даже отдельно посмотреть, какое повторение было самое оптимальное, самое быстрое или самое сильное. Это тоже АП дает. Поэтому посмотреть. Я здесь с Егором. Ставь лайк, если захотят. Поставь комментарий и будем на твите. Давай, ребята. Друзья, мы здесь в Казе университете. У меня есть ученик Джейсон Визи. Он будет помогать нам показать несколько упражнений, как сделать разминку. И потом мы будем показать Егор, как с помощью АП можно посмотреть скорость, мощность и максимальную силу и определить несколько параметров тренера. Физкульт, привет, друзья и ученики. Я снова в гостях у Стефана в Кайзер-юниверситете. Всем привет. Кто еще не знает, если вдруг есть такие люди, Стефан является профессором. Он сам спортсмен. Он также сотрудник лаборатории Виктора Николаевича Силуянова. Был учеником Виктора Николаевича. Работал совместно с Виктором Николаевичем. Также Стефан 8 лет подряд был одним из главных тренеров American Top Team. И является также консультантом сайта fit.samba.ru. Обращаю на это ваше особое внимание. Заходите на этот сайт. Найдете очень много полезной информации. А вообще, кто хочет больше знать, наберите в гугле Стефан Диэс и почитайте, чтобы вы понимали, какого уровня человек какими знаниями обладает. Именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами. Я не помещусь в кадр. Давай. Полностью не будем делать людям. Мне интересно все десять. Смотрите. Давай. Полностью не будем делать людям. Мне интересно все десять. Смотрите. Десять раз, да? Десять раз, чтобы ты сказал, я это сделаю десять раз. Окей, so next moment we're gonna do. We're just gonna start here. We're going overhead. Still working on mobility for a shoulder. Доброе утро! Доброе утро! Плечи не такие. По 10 раз. Это разминка для тренировки тренажера. Можно использовать разные виды тренировок. Но это называется динамическая разминка с выдвижением. Дверь, пока. Дверь, снизу. Подписывайтесь на спину. Нахрой вверх. Поглашайте руки. Вверх. Вверх вверх. Поглашайте руки. Подпись на спину. Вверх. Это можно использовать для микс-файк. Дверь по Xbox. окей еще доставишь боком покажу еще а тут ты будешь аудио и объяснить да да динамик да называется динамик 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 стручки баланс я хочу чтобы ты параллельно не тоже сам я могу не подниму позвать динамик и и и и и Теперь это сделаем, и я буду снимать, сыпаться. Сколько сделать? В каком режиме? В обычном режиме? В обычном режиме. Немедленно. Больше назад. Окей. Давай. Окей. Здесь, ребята, с помощью апп... Приложение телефонное. Да. Мы можем посмотреть, как он двигается. Чем ближе эти линии будут, это люди. Это означает, что движение очень похоже, и тогда он будет потерять меньше энергии, чтобы стабилизировать движение. А этот сеап можно тоже посмотреть, например, велосипед. График. График. Покажет скорость. Покажет acceleration. Как сказать? Дистанция и пик-форс, чтобы определить мощность. Сделаем снова. С этим же весом. Теперь поставим побольше. Встанавливай. Нормально? Окей, стоп. Начали. Раз, два, три, четыре, пять. Выставляется вес штанги. И все, да? Из показателей? Или повторения? Да. Он сам считает повторение. И просто должен сказать, какой вес используем. Вес штанги. А для чего это? Для того, чтобы он считал мощность. Мощность. И считал вес какой-то определимальный. И чтобы он сделал какие-то рекомендации тоже. Посмотрите как. Теперь уже видим линии. Более близкие. Более близкие. Я старался. Видишь? Это тоже хорошо. Потому что помогает не только, чтобы считать и определить, как человек делает упражнения по весу и по скорости. Но затем определяем двигательные действия. Как он рекрутирует. Сколько эффективно. Сколько эффективно. Из техники. Чем больше хочешь, тем меньше эффективности. Меньше эффективность. И это означает, что он будет рекрутировать несколько мышц, которые не нужны. Стабилизаторов больше. Стабилизаторов больше. Стабилизаторов нужны, чтобы определение и чтобы движение было такое же. Если он так двигается, это означает, что мы должны это справлять перед тем, чтобы идти на больший вес. Потому что люди обычно наоборот. Они хотят больше, больше, больше вес, но затем техника очень слабая. Это помогает. Уже было примерно на тысячу ньютонов. Угу. Видите там? Это первое повторение. Второе повторение было сами люджи. Он сделает уже, наверное, с высшей скорость. Поэтому получает. Потому что это определяет. Вес умножим на скорость и получает форс. Угу. Как мощность можно. И видим, что он получил примерно тысячу ньютонов. Это очень хорошо. Сделал еще раз. Но самый быстрый теперь. Будем посмотреть, как будет. С этим весом, но быстро, да? Да. Назад не становся. Стаб, стаб. Не очень быстро теперь. Теперь посмотрим, как он сделал. Видим, что упражнения очень похожи. Это хорошо, когда линии совпадают. Это означает, что упражнение было хорошо сделано. И сразу технически очень красиво. А затем посмотреть, как он увеличивал скорость. Уже раньше было девяносто, примерно тысяч ньютонов. А теперь уже тринадцать семьдесят пять. Один тысяч триста семьдесят пять. Увеличили, да? Увеличили. Видишь? Увеличили большое. И тоже на второе повторение. Это было столько, что ли? Нет. Столько же на другой граф. На другой граф. Но потом ты можешь читать каждый граф и посмотреть. Самое главное здесь, когда начинаем работать с такой технологией. Каждую неделю мы хотим определить. И это очень быстро определяется. И помогает, чтобы человек двигается вес. В хорошем техническом плане, а скоростном плане. Это новое приложение? Это совсем недавно. Недавно. А чье оно? Это... Могу сказать. Хочешь, чтобы я сказал? Интересно. Люди будут спрашивать, кто разработал. Откуда ты это узнал? Это... Это... Надо запомнить, что наш программа здесь называется Sports Medicine and Fitness Technology. Это означает, что мы работаем с самыми современными технологиями, которые идут в... В сфере спорта. В сфере спорта. В сфере спорта. Применяем. Применяем. Либо купим, либо хотим посмотреть, либо тестируем, чтобы как использовать. А люди еще спросят, было ли у тебя в практике, что вы что-то брали и увидели, что это... Есть. Есть. Несколько. Потом будем разговаривать об этом. Расскажем, да? Но это... Это круто вещь. Ап... Если можешь посмотреть. Ап называется Iron Path. Ап называется Iron Path. Iron Path. Iron Path. 5 долларов стоит, да? 5 долларов. Сам апп это бесплатно. А ты можешь потестировать бесплатно. А если ты хочешь открыть более функции, и тогда ты должен платить, чтобы... Каждый месяц или один раз? Не, не, один раз и все. Это очень дешевле вес. Работа с айфоном. Очень интересно, да? Надо будет попробовать себе применить. Да. Окей, ребята. Давай. 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 А теперь мы будем посмотреть, как он сделает упражнение жим лёжа. лёжа. Видим по линии, которые линии совпадают. Это означает, что движение очень, очень... Отработанное. 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 Очень хорошее движение делает. А как определить теперь? Теперь мы будем посмотреть по скорости. И скорость он максимум получил 2 метра на секунду. И примерно он может держать это каждое повторение. Это тоже хорошее качество. Потому что иногда мы могли определить, спортсмен, и сделать не только пять, как мы сделали на видео, на десять, например. А он может держать три повторения, потом начинает падать, падать, падать. Это означает, что он не может держать такую скорость. Надо работать на это, на силовую выносливость, например. А если человек очень быстрый, но только один повторение, это нормально для тяжелого атлета, например, либо пауэрлифта. Поэтому зависит от спорта. И тоже можно определить это форс. Он получил примерно восемьсот шестьдесят ньютон. Теперь мы можем ещё раз, но быстрее попробовать. И бодибилдер тоже получит пользу, потому что, как ты говоришь, если он будет видеть, что он с одним и тем же весом постоянно старается работать быстрее, то значит, что большее количество двигательных единиц подключается к работе. Конечно, конечно. Это помогает, в принципе, все люди, которые работают с весом. Поэтому пауэрлифтеры стараются работать на тренировках преимущественно на скорость, чтобы уметь подключать, рекрутировать как можно больше мышечных волокон. То же самое. Часть этой работы тоже получается. Ну-ка нам показывай. Ага. Окей. Ну... Видео сначала. Окей. Ребята, посмотрите. Мы можем снимать несколько движений. Видишь? Все сохраняются. Егор один, Егор два для приседаний, Егор третий, теперь для землёжа, землёжа один, землёжа два. Если вы не забыли, в землёжа один, мы посмотрели, скорость была два метра на секунду. И получила форс восемьсот пятьдесят шесть. Но теперь посмотрим, что случилось с той же самым весом, когда он сделал очень быстро. Извиняюсь. Хе-хе-хе. Когда он сделал очень быстро. А теперь получил два и семь третий. Как сказать? Два и семь десятых. Два и семь десятых. Скорость. Скорость уже побольше. И это получило тысяч четыреста шестьдесят два ньютона. Практически на два раза. Было восемьсот и что-то. Теперь... Покажи видео. Да. И видео мы будем посмотреть. Не коряво ли. Это видео два. И можем посмотреть, что упражнение тоже было хорошее. Видите? Все линии совпадали. Да. Даже лучше, чем в первый раз. Лучше, чем в первый раз. Это тоже означает, что когда работает, обычно первый подход не идти очень быстро и не идти очень... Не идеальный. Не очень тяжелый. Чтобы организм еще начал как специфическое рекрутирование. Разминочка все-таки. Да. Да. А после этого уже второй подход будет, наверное, самилючи и третий. А после этого может быть какие-то уже начинает падать. Вот для чего еще нужна не только общая, но и специальная разминка. Многие приходят, практически не разминаются. Вот в чем глупость таких людей. Помимо того, что можно травму получить. Конечно. И перформанс, и достижение будет не оптимально без этого. Вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия Фак Фитнес. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Партнер сегодняшнего выпуска Animal North Trope. Друзья, это гармошка высокой степени очистки. А вы знаете, что чем выше очистка, тем меньше привыкания. Тем меньше вырабатывается антител. Тем дольше вы можете с пользой принимать данный препарат. Все ссылки на сайт и другие источники будут в описании к данному ролику. И не забудьте по промокоду HEVYMETAL вы получите 10% скид. Субтитры создавал DimaTorzok